Музыка Специфическое будет занятие, потому что связано оно со стихотворением Мандельштама, которое вызывало наибольшее количество споров, наверняка еще будет вызывать. Я имею в виду стихотворение конца, видимо, 17-го, начала 18-го года, которое вы должны знать среди священников левитом молодым. Я, пожалуй, воспроизведу его настолько, насколько мои художественные способности это позволяют. И затем мы с вами попробуем понять, в чем была проблема отношения к этому стихотворению самых серьезных людей, и Надежды Акалимовича, и Иосифа Бродского, Сергея Сергеевича Аверинцева, и, значит, где находится, скажем так, камень преткновения. Ну, стихотворение, я думаю, более-менее известно среди священников левитом молодым. На страже утренней он долго оставался, ночь иудейская сгущалась и над ним, и храм разрушенный угрюмо созидался. Он говорил, небес опасна желтизна, уж над Ефратом ночь, бегите иереи. А старцы думали, не наша в том вина, все черно-желтый свет, все радость иудеи. Он с нами был, когда на берегу ручья мы в драгоценный лен субботу пеленали, и семисвешникам тяжелым освещали Иерусалима ночь и чад небытия. Вот такое стихотворение, в котором, если мы, по примеру того, что я вам всегда предлагаю, попробуем понять, о чем идет речь, то сразу становится все непонятно. Кто такие священники, кто такой молодой левит? Если бы были просто священники, ну и хорошо. Тем более, что дальше идет слово иереи. Если мы говорим, кто такие молодые левиты, а чем молодые левиты отличаются от левитов, значит, старых? От священников молодых или старых? Что это такое? Никто вопросов себе не задает. Что означает ночь иудейская? Откуда она берется? Какой храм и где должен созидаться? Почему это делается угрюмо? На берегу какого ручья происходят события? То есть, грубо говоря, задав себе любой примитивный комментаторский вопрос, мы сразу упираемся в то, что ни одного слова нам не понятно. Что происходило в этой связи? Значит, когда это стихотворение было написано, оно было записано таким человеком Сергеем Каблуковым, который был другом Мандельштама, при этом секретарем религиозно-философских собраний. Человеком, который страстно хотел обратить Мандельштама в православие, говорил о том, что, читая его стихи, он видит здесь какую-то женщину и какой-то ненужный эротизм. И вот православие могло бы, в отличие от протестантизма, в который, значит, Мандельштам крестился, стоп, здесь обычно пишут в лютеранство, никакого лютеранства близко не было, придется нам сейчас обсудить этот вопрос. Значит, вот вместо протестантизма надо креститься в православие, которое строгое, там, и все будет хорошо. И в текстологии Мандельштамовской существует такое понятие «камень Каблукова», то есть в дневнике Каблукова вложены стихи, которые не вошли в камень. И он в камень тоже вклеивал то, что ему давал Мандельштам. К счастью, этот дневник существует, полностью его никто не издавал. Давно-давно он был, значит, ну, извлечены Мандельштамовские куски, иногда печатаются куски другие. По идее, для истории религиозно-философских собраний это все очень важно. Ну и, как вы видите, это вполне, значит, период того, что называется русское религиозное возрождение. Значит, тут есть какие-то священники, тут есть, значит, иереи, и кажется, что вроде опять все понятно. Каблуков, и в это же время Мандельштам пишет там близко к этому стихи «И поныне на Афоне древо чудное растет». То есть это тогдашние афонские споры, связанные, ну, не знаю, можете это называть имя славием, можете и сихазмом, но, в общем, как хотите, споры в русской церкви вокруг имени Божьего, и является ли это то, что делали русские монахи, ересью или нет, заканчивается это тем, что из афонских монастырей на канонерских лодках при помощи шлангов монахов доставляют в Новый Афон и вообще там запрещают служение. То есть это гигантский кризис русской церкви, и видно, что Мандельштам как бы во всем этом варится. Проходит много лет, каких-то особых комментариев к этому стихотворению не появляется, но все помнят, что в газете «Страна» в 18-м году, в самом начале, это стихотворение появилось с посвящением Карташова, Александру Карташову. Это что за человек? Это, ну помимо того, что это выдающийся церковный деятель русский, уже там в эмиграции и все такое, это последний обер-прокурор Святейшего Синода и министр расповедания Временного правительства, который умудрился, значит, сесть, без всякого труда можно было умудриться, в начале, значит, Октябрьской революции, он сидел. Само по себе это стихотворение имело и еще заголовок евреям. Ну, что Карташов не еврей, кажется, ясно. Вот. То есть набор вопросов, которые у нас возникают, если мы берем стихотворение, называется евреем, если в газете «Страна», то с посвящением Карташову, если в дневнике Каблукова, что происходит вообще? Происходит какая-то странная история. И вот в самом начале я сейчас скажу, что так резко я не высказывался давно, но, учитывая то, что коллеги из Даугавпилского университета проводят такие конференции, которые называются «Еврейский текст в европейской культуре», вот в прошлом году я сделал, наконец, доклад, меня надоело на все это смотреть, который говорит о том, что, в общем-то, во всех изданиях Мандельштама, абсолютно во всех, то ли допущена ошибка, то ли, я не хочу скрывать, что я считаю, что это вполне осознанный подлог. Значит, везде написано, что на этом же листе со стихотворением, которое неизвестно, как еще датировать, написано стихотворение следующего содержания. «Кто знает, может быть, не хватит мне свечи, И среди бела дня останусь я в ночи, И зернами дыша рассыпанного мрака На голову мою надену митру мрака, Как поздний патриарх в разрушенной Москве, Неосвещенный мир неся на голове, Чреватый слепотой и муками раздора, Как Тихон, ставленник последнего собора». Ну, как вы догадываетесь, мы легко ставим дату после 5 ноября 1917 года. По понятным причинам дата избрания Тихона Абулавина русским патриархом, но она известна. Это не то, что подлежит обсуждению. И тогда говорится, что примерно этой же датой Не надо и записанной на этом же листке стихотворения отмечать. Между тем, все не так весело. Дело в том, что в архиве Каблукова не это написано. Это поздняя редакция Тристии. А написано там такое. Я тогда уже прочту, так как там написано. То, что я сейчас говорю, не является секретом, Находится в примечаниях к любому изданию Мандельштана. К любому. «Когда сгустится мрак над венчиком свечи, Среди левитов тьмы останусь я в ночи». Это уже совершенно другой разговор. «И зернами дыша рассыпанного мрака, На голову мою надену митру мрака, Как поздний патриарх в разрушенной Москве, Неосвещенный мир неся на голове, Чреватой слепотой и муками раздора, Как Тихон, ставленник последнего собора». То есть здесь говорить о том, Что это стихотворение христианское, Такое откровенно, уже нельзя, А уж тем более ходом назад Обсуждать стихотворение Среди священников левитов молодых. Значит, к этому стихотворению мы сейчас обратимся, Но теперь надо коснуться вопросов Вот этих самых взаимоотношений Между Мандельштамом и различными религиями. Здесь необходимо тоже помнить, Что сборника в камень у нас три. И первый Вообще не содержал никаких стихов, В которых были бы хоть какие-то иудейские мотивы. И заканчивался он Значит, Лютеранскими там похоронами, Там разными католическими, Православными образами. Вот из этого всегда исходили. Но это не значит, Что не были написаны эти стихи. Мы попадаем в очень интересную ситуацию. Что издано и что написано. Вот в этом смысле, Не камень Каблукова, А я бы это называл кодекс Каблукова, Чтобы КАК был не менять привычную аббревиатуру, Которую лепят во всех изданиях. И правильно делают. Мы должны задать себе вопрос, А с какого рода человеком мы имеем дело? Кто, куда крестился? Когда и зачем? Это крайне важный вопрос. Потому что без его понимания Мы всегда будем оставаться где? Там, где находится, Когда-то был Иосиф Александрович Броски, Который году в 65-м Написал Надежде Яковлевне Мандельштам. Письмо это есть в черном двухтомнике Мандельштам. Это я не придумываю, И никакой тайной это не является. Значит, Надежде Яковлевне, Вот мои друзья, Обычное обращение, Мой друг написал стихи, Вы посмотрите. Мои друзья не понимают, О чем вот это стихотворение. Ну, о чем оно? Оно темное, Понять его нельзя, Ну, в общем, расскажите им, Что оно о разрушении И конце там Петрограда, Революции и так далее. Все. Разве оно об этом? Привожу еще один момент. Это вопрос, Сейчас мы к крещению, естественно, обратимся, Поговорим об этом. Но я просто хочу обратить ваше внимание, Что когда говорится Среди священников, Левитам молодым, И появляется слово иерии, То уже Сергей Сергеевич Аверинцев говорит, Ну, какие, И зачем же говорить О каких-то иудейских вещах, Когда слово иерии, Уже, ну, греческое слово, Уже хватит. Священники иерии, То есть, есть обычные попы, И есть, значит, Ну, монашистующее, Высшая каста. Да, будем так? Аккуратно переведем. Но, есть такой, Когда-то, значит, Живший в Москве, А потом ныне, вот, Израильский поэт и ученый, Вэлвел Чернин, Он, Идышский поэт, И он, значит, Написал стихотворение Наидыша, Которое он мне Пожелал, значит, Посвятить в одном случае, Если я пойму, Что там написано. И, Не понять было очень сложно, Я вам произнесу Такую первую строчку, А звучала она так, Миткоаним, Аюнге левит, Между коинами, То есть, Первосвященниками храма, Юный левит. Ну, и дальше шло там, Оно стихотворение, Некая вариация о том, Как поэт смотрит Куда-то там внутрь Что-то видит, Там в синагоге, Не важно. Стихотворение, Как стихотворение. Но, То есть, Для человека, Который читает Другие слова, И который знает, Что за священники в храме, То это, значит, Коины. Простите, Это люди из моего рода. Или я из их него. Так вот, Собственно, С легко следует из моей фамилии. Коин Цедак. Так вот, То есть, Святой Коин. И, значит, Соответственно, По сей день Исполняется обряд В любой синагоге, Значит, Во время, Ну, Здесь, Во время праздника Торы В земле Израиля Каждую субботу И не один раз, Значит, Вот эти Наследники первосвященников Благословляют общину, А, значит, Левиты моют им руки. Это Имеет место. И по сей день. Без всяких, значит, Проблем. А кто же такие иереи? Ну, Как вы понимаете, В эллинистическое время Много чего было. Но это иераем, Приближенные к святой святыне. То есть, То же самое. Это ничего не дает Знание каких-то Вот этих слов. И так Возникает, Естественно, Вопрос, А что себе мог Мандельштам представлять Вот на эти темы? И кто он вообще такой? Ну, Для начала, Если мы возьмем Мемуары Георгия Иванова, Слава Богу, Иванова, То там написано, Что он приходил В квартиру На Каменно-Островском проспекте, Где сидела бабушка поэта И вычисляла Время прихода мессии. Неплохо, да? Вряд ли Человек с фамилией Иванов, Или Иванов, Как хочется, Он себя там называл, Значит, Мог такое придумать. Значит, Есть действительно Такое занятие Каббалистическое Вот, Ну, Я бы не стал этим заниматься, Но есть люди-любители. Так вот, С другой стороны, Критик поступальский Пишет Какую-то статью О Мандельштаме, Приносит ему посмотреть И записывает. Мандельштам ее прочитал И спросил, А почему вы ничего не отметили Про еврейские влияния В моем творчестве? Третье, Записывается Такая вещь, Гильдебранд Арбенина, Это, Ну, Я там не знаю, Как сказать, Жена Юркуна, Там сложно определить, Кто? Женщина Юркуна. Вот, Друга Кузьмина И все такое Рассказывает так, Публикация В Таньяновских чтениях, Она рассказывала, Он рассказывал О том, Что его отец Читал В кавычках Талмуд. Так, Простите, Пожалуйста, Как в устной речи, Это запись моготофонная. То есть, Просто люди не верят Вообще в это, То, Что происходит. Если вы откроете Собрание о сочинении Мандельштама, То честные люди Постараются Это не комментировать, А Такой человек, Как, Ну, К сожалению, Значит, Абсолютный любитель, Врач и так далее, Мец, Который только что В Питере выпустил, Выпустил в Москве Питерский человек, Огромный, Трехтомник, Мандельштама, И к нему Биографическую хронику, Которую вы вряд ли видели, Он даже не очень продается В 500 страниц, Позволил себе написать следующее, Что минора, Что драгоценность, Вот этот семисвешник, Это минора, Что она зажигалась в храме Во время праздника Песах. Значит так, Она горела всегда, Когда был храм. То есть, Вот понимаете, Что не откроешь, Буквально идет поток набора слов. Не набор слов, А поток набора слов. То есть, Это уже какие-то, Причем здесь Песах? Кто что тогда у какого ручья В Песах делал? То есть, Все ничего не значит. Говорить, Оказывается, Можно о чем угодно. Отвлекаемся от стихотворений И переходим к биографии Мандельштама. В любом собрании сочинений Вы можете найти, А в четырехтомном синем таком, Значит, Есть просто фотография. Свидетельство о крещении Мандельштама В Финляндии, В городе Выборг, У некоего пастора Розена, Но пастора методистского. Никакое это не лютеранство. А почему надо это было делать в Выборге? Что за странное занятие? Что, В Петербурге не было методистов? Были. А тогда почему? Придется отвечать на эти вопросы. Их никто себе никогда не задавал. И об этом пасторе Розене Ничего не было известно. Я бы тоже никогда в жизни сюда не проник, Если бы занимаясь совершенно другими делами, Изучая одесскую черносотенную печать, Я вдруг не увидел статью, Которая называется Крещение жидов в Финляндии. Ну, это не для белого человека. Я даже произносить не буду, Что там было написано. Вот. И я вдруг увидел, Значит, С забавной опечаткой Пастор Ронен, То есть, Как известный ему дэш там и вет, Не терпевший меня до последнего дня Своей жизни. Я тоже его не жаловал, Но это не важно. Ну, конечно, Розен, Я понял, О ком идет речь, Но я не понимал, Что там написано. Были стояли какие-то буквы. И там было написано ХТБ, Латинские буквы. Ну, дошло до меня. Хельсинг так, Блад. Ну, так я и поверил, Что по-шведски или по-фински, В данном случае по-шведски, Значит, Читают эти узколубые граждане. А, собственно, Что произошло в России? В России была запрещена Служба евреям в армии В некоторых аспектах. То есть, Прием военной училища Со второго года запрещен Медицинский помощь С восьмого или десятого. Сейчас точно не помню. И евреи Не имели права это делать. Люди тогда, значит, Крестились в Финляндии. Почему в Финляндии? А почему до этого Не крестились в Финляндии? Хороший вопрос. И, значит, Поступали в военные училища. И вдруг в академии Главного штаба Среди разных Иванов Матвеевичей И Владимиров Петровичей Мы нашли Израиля Мировича И, значит, Зеева Пинкусовича. И мы нас сменили на русское. Русское законодательство Было крайне жесткое. Если за это ловили, Вы получали паспорт С красным штампом И имя было написано красным. Это очень серьезная штука. Вот. Так что Там и аресты могли быть За этой высылки. Это не детский сад Это все. Вот. И тогда Мы начинаем Делать какие-то попытки. Но вряд ли я буду читать газету Что Хельсинг так блат. Это как-то На меня мало похоже. И я решил задать себе вопрос А вообще В Хельсинке выходили тогда Гельсинфорс, естественно, В Хельсинке. Это я так. Значит, Выходили тогда там Какие-то газеты На доступных мне языках. Выясняется, Что газета выходила Ровно одна Называется Финляндская газета. И вот когда я ее открыл Вот тут Мне как-то стало Не очень хорошо. Дело в том, Что Оказалось, Что после этой вот истории, Которую описали Значит, Одесские черносотинцы. Ну, естественно, Они просто цитировали. Что там они описали. Перепечатали какую-то статью. Вот там я и увидел В финляндской газете Вот эти вот ссылочки На эти вот Финские, Ну, это шведские, конечно, Газеты. И Оказалось, Что было проведено Расследование Крещения евреев Из, как они выражались Центральной России После Значит, Шестого года. А почему это так важно? В Финляндии была Конституция Своя. И Финны имели свой парламент. Там много чего было Интересного. Если будете читать Главу теперь Финляндии Шума времени, То, уверяю вас, Увидите много интересного Из того, что там написано. Так вот. И Получалось так, Что если человек Что-либо совершал От преступления До крещения, То Сведения об этом Направлялись Только в Гельсинфорс. А вот если В Петербург, То только по Специальному запросу. Поэтому, например, Запросы о Революционной деятельности Мандельштама В Финляндии Он там немножечко Попался. Они направлялись Сначала В Хельсинки В Гельсинфорс С требованием Узнать Имеет ли право Этот Мандельштам Право жительства В Финляндии Евреи не имели За исключением Там двух тысяч Финских евреев По какому-то там Договору Отдельный разговор. И значит Соответственно Эти вот Публикаторы Этого документа Павел Нерлер И второго даже Называть не буду Он не заслуживает имени Вот Они значит Так смеялись Над русской полицией Ну ничего Прямо не знают Прямо сами Узнать не могут Спрашивают Какое-то провинциальное Там управление Ну это понятно Уровень Знания законов Российской империи Все что угодно И вот смотрите Что происходит Происходит очень Интересная вещь Многие евреи Которые не могли Поступить в высшие Учебные заведения Из-за процентной нормы А Мадештам И не собирался Это делать Он учился В Гитлебергском университете Но тут его папа Из первой гильзии Перешел во вторую Полуразорень Там некое имело место И не мог больше Это оплачивать Значит надо возвращаться Мадештам Немножко троечник Его учеба Это сильная вещь Это все знают И значит Соответственно Он не имел Не то что шансов Там никаких поступить А в это время В России новая ситуация Вместо процентной нормы То есть в столицах Три По империи пять И в местах Ну как бы сказать Постоянного проживания Десять процентов Процентная норма Вводится Люди как поступали По золотым медалям Ну и оказывалось Каждый раз Что этих золотых медалей Всегда на две-три-пять Больше даже чем мест Это огромная проблема Была бог там знает Чем занимались Это там обманывали Подлоги Ну все что хотите Что с этим было связано И значит Соответственно Начиная с Вот я не помню По-моему десятого года Была введена штука Которая называлась Лотерея То есть независимо от того Как ты учился Подаешь заявление Дальше прямо из ящика Лотерейного Натурального Вынимались билетики И тогда Люди Делали две вещи Либо ехали учиться За границу Либо Крестились В Финляндии Зачем Домой не приходило Ничего Родители могли думать Что они просто так поступили Так например поступил Папа Юрия Михайловича Лотмана Вот И так далее Я вообще должен сказать Что когда я такую Не вот эту лекцию Про вот эти специальные вопросы Говорил в Израиле То многие повздыхали Догадавшись Как эти Не очень хорошо учившиеся Родственники поступали Вот И значит Таким образом Это стало Просто производством И за какие-то там Три-четыре года В Финляндии было крещено Порядка четырех тысяч евреев Все молодые Все для этих целей И вот Кто ж такие методисты Это то что за прелесть Самое смешное Что методисты Действительно крайне Папустанская вещь И брат Мандельштам И пишет такую фразу Евгений Мельч Это тогда было несложно Все сводилось К уплате небольшой суммы И записи в книге О смене вероисповедания Ну конечно Это означает только то Что они были у методистов У методистов там даже Формальное крещение нет Только записываешь Но они появились в России Эти граждане Только в восьмом году А Мандельштам уже В мае десятого крестится То есть это сверх Сверх модернистская раз В Финляндии два А что мешало У нас же есть Невский проспект И знаете там вот У Бродского были стихи Кого? Шведов Стало мало в Петербурге Я не помню стишок Про шведов Ну так иди туда Этот протестатив шведский Он такой же страшный Как и методизм И нет Законы Российской империи Предусматривали Объявление на двери Сообщение в местную Консисторию То есть откуда приехал И соответственно Надо было Сейчас только не смейтесь Выступить в воскресенье Перед общиной На языке прихода Там по шведски По-фински По-итальянски Ну и шведская Итальянская церковь У нас же есть на них Пожалуйста Упражняйтесь Так вот самое смешное Что и методистская молельня Там где-то в районе Не помню Не хочу обмануть В каком-то районе Была маленькая Но тогда бы сообщили И тогда бы там Надо было выступить На соответствующем языке Но ведь евреи Еще и не имеют права Ступать на финскую землю По вот этим там Разным законам Кроме вот этих двух тысяч И крещеных евреев Очень близкий Такой ну как бы Двоеродный дядя Мандельштама Был профессором Гельсенфорского университета Это знаменитый гоголевед Как бы предшественник Андрея Белова во многом По составлению словаря Образов там Значит гоголя и так далее И можно Ну тогда крестись Пожалуйста Иди гуляй Сколько хочешь И вот значит В этот момент Возбуждаются просто Уголовные дела Потому что Финляндия И это вам не Прогулка Почему в голове Финляндии Обсуждается Какая-то лысина Гершуни Крупнейшего террориста Да потому что Началось все это При помощи Значит такого Некоего пастора Фихмана Который в тюрьме Сэром Менял Расповедание имена Затем Это все продолжалось Пастором Очень знаменитым Который просто По всей России Торговал этими бумажками Таким пастором То ли пихра То ли пера Я не знаю Читается эта буква Или нет По разному о чем пишется Ну и наконец Третий Это пастор Розен В газетах Находятся Сведения о вызове его В уголовный суд О представлении Не о предоставлении Списка Крещеных им евреев А в это время Министр внутренних дел Россия Перед самым Первой мировой войной Выходит с предложением Чтобы были Вот так крещеные граждане Назывались Ну тут не только евреи Евреи и старобрядцы С правами евреев и старобрядцев То пожалуйста Если ты хочешь Упражняться У методистов И вот так себя вести Только ты не получишь Никаких Ни поступлений Ни армии Ну и всего остального Социальные всякие вещи Дело продолжается До конца Четырнадцатого года И только В январе пятнадцатого В связи с первой Мировой войной В связи с тем Что многие из них Воюют и так далее Ну говорится Ну ладно Вот как это было То есть грубо говоря Когда Мандельштам Вдруг Сдает чуть не шесть Экзаменов В университет Истерически То это он пытается Не быть вообще Выгнанным оттуда Вот за все это дело Закон в России был такой Он назывался Уведомительно-разрешительный То есть вы Должны были сообщить Министру внутренних дел Что собрались креститься И на такое-то имя менять Ни о каких запретах Речить и не могло Еще раз говорю Уведомительно-разрешительный Неразрешительно-уведомительный Не разрешают И вас уведомлять Наоборот Полная свобода Этого дела И вот Министерство внутренних дел Потребовало Чтобы все студенты Поступившие Подобным образом Были исключены И перекрестились Ну например Новороссийский университет На это пошел А московский и питерский Отказались А потом было расследование Когда все это началось И выяснилось Что началось это В 1904 году Еще видите До конституции Финляндии В Томском университете Где-то здесь Не очень далеко Вот Понятно То есть Вот этим полны газеты Совершенно И если открыть газету Речь Или биржевые ведомости То там Чуть короче Все время это обсуждается И еврейские организации Если о них говорить Ведут специальную работу Чтобы на Не получали люди Вот такого рода Деньги Общество Воспомощенное Высших еврейских знаний Поэтому ситуация Моральная Как видите Не так проста Как вот она Кажется Об этом я сейчас Больше говорить не буду Это вообще заслужит Все большого внимания Потому что Еврей не мог вообще Сойти на землю Финляндии И крещение проходило В вагоне Неплохо Садился Священник в поезд Ехал до гельса форса После этого Можно было уже сойти Вот Смешно Пойдем в выбор Тут не все так Значит просто И восприемниками Выступали часто Ну не в случае Мы дочитаем Мы там подделаны Видим бумажки Лучше были Жена и дочь священника Женщины Восприемники Вдвоем Это что такое вообще Ну в общем Закончилось дело тем Что был съезд Епископов в Финляндии И это еще В 14-м году Даже не задолго До первой мировой войны В общем им запретили Крестить людей Из центральной России Или материковой России Там по разному Они это называют И значит Было сказано Что за все время С 1901 по 1913 год Из двух тысяч евреев В Финляндии Крестился один Реально финский Реально крестился Вот такая вот история Это к вопросу О крещении На самом деле Она очень радикально Меняет Понятно Многие рассказы Надежда Яковлевна Все эти темы Очень многие работы О невероятной Сложности выбора Веры О его страшных мучениях Или как Сергей Сергеевич Писал Что еврею Остаться евреем Это было бы Тавтологично Интересно На русском Остаться православным Тавтологично или нет А греку Наверное трижды Тавтологично А болгарину Полутора Тавтологично То есть вот эти пустые Совершенно Извините Слова Люди пытались Ими что-то Заместить Вот непонятность Ситуации Вот я надеюсь Теперь стало Понятно Дайте Поехали с этим Прещение То есть либеральный Человек Ему это пофигу Матери Более-менее Все равно Отец Который учился На реформистского Равина Очень был Огорчен Этим моментом Вот так И вот теперь Мы возвращаемся К этому стихотворению Это не такой Простой разговор Конечно если мы Ничего не хотим знать То у нас Все Будет хорошо Если же мы Начнем задавать Себе вопросы То вопросы Будут такие Значит Ответ Надежды Яковлевны Мандельштам Иосифу Бродскому Читаю полностью Дорогой Иосиф Честно говоря Я не понимаю Какой нужен Комментарий К этому стихотворению ОМ не историк И не этнограф А человек Истариасовской мысли Который в историческом Узле Видел откровения И аналогии Это стихотворение Написано в 17-м году И посвящено Карташову Религиозному деятелю Члену религиозно-философского Общества Молодой левит Это и тот Кому посвящено Стихотворение И сам ОМ Карташова выпустили Незадолго До опубликования Этих стихов Из Петропавловской крепости Речь идет о пророчествах Типа Сему месту Быть пусту Евдохи Жены Петра Великого Иначе говоря Се место рухнет Как рухнул Иерусалим Обратите внимание на строку И храм разрушен И угрима созидался Храм был уже разрушен И будет разрушен Тот, который созидается То есть имеется ввиду Что был первый храм Евреи восстановили А Христос велел Ну сказал Что там будет дальше Если хотите Это символ культуры вообще Речь идет о том Что называется Петровский-Петербургский Период русской истории Старцы Наделенные властью Не видят приближения конца Видят лицо неофициальное Молодой левит Карташов ОМ сам Концом Иерусалима Была тьма Наступившая Когда он был на кресте Разодралась завеса В лен пеленали Тело снятое с креста Суббота с большой буквы Это не иудейская А христианская Иудейская символика Он, которого пеленали в лен Иоанн Лука Назван субботой Как бы высшим цветением Павшей культуры Что же надо еще объяснять Что старцы в ус не дуют Или что есть обычай Что-то пеленать Искать этнографию Или историасовскую мысль Объясните Что это стихотворение Темное и непонятное И что объяснить его нельзя И что оно должно пониматься Как тревога Хватит? То есть как? А тогда что до этого написано? То есть она сама Отдает себе отчет в том Что вот подобное не работает И, значит Я прочту Ну, или не будущее Как хотите Вот кусочек Из ее мемуаров В ноябре 17-го года Написано стихотворение Посвященное Карташову Про молодого левита Предрекавшего гибель Иерусалима А ранней весной 18-го года Жалобная песенка О гибели Петербурга Прозрачная звезда Блуждающая огонь Твой брат Петрополь умирает Стихотворение про молодого левита Принадлежит к числу Немногочисленных Но всегда глубоких вещей В которых затрагивается Иудейская тема Так Как-то с письмом С трудом это, да, сочетается? Значит Погибающий Петербург Конец петербургского периода Русской истории Вызывает в памяти Гибель Иерусалима Гибель обоих городов Тождественна Современный город Погибает за тот же грех Что и древний Петербург не Вавилон Мировая блудница Пророческих прозрений А именно Иерусалим Кому она отвечает? Ахматовый Когда Приневская столица Забыв величие свое Как захмелевшая блудница Не знала, кто берет ее Когда в тоске самоубийства Народ гостей немецких ждал И дух высокий Византийства От русской церкви Отлетал Дальше вы все знаете Мне голос был Он звал утешный Это я не читаю Итак Текст Надежды Яковлевны Как видите Крайне двойственный Она пытается Объяснить себе Не может И Бродскому Говорить не надо В мемуарах Она говорит О важности Иудейской темы И одновременно спорит Понимая Что такой образ Петербурга Как грешного города Никак не Не работает Спорит с Ахматовой Не так просто читать Ее текст А именно Иерусалим Вавилон Языческий город Погряз в роскоши и блуде Петербург Как и Иерусалим Отвечает за другой Более глубокий грех И об этом говорит Вся образная система Стихотворения Здесь вы проанализируете Образную систему Но это не последует Вот Итак Что происходит дальше Надежда Яковлевна Смеется И пишет Что надо же Какие-то дураки Комментаторы Решили обратиться К Осеву Давыдовичу Амусину Это величайший симметолог И автор знаменитой книг О Кумранской общине Востоковед Друг Ахматовый Ну кто угодно там Такой очень крупный ученый Испуганное издательство Которое еще сто лет Будет обсасывать куцу И уродливую книжку Стихов Мандельштама Значит это до 73 года До выхода Библиотеки Поэта Мандельштама Обратилась с запросом К знатоку Кумрана И Библии Амусинам С вопросом Кого пеленают Причем здесь ручей Что за таинственные Иудейские штучки Имеет ввиду автор Они не знали Что молитвенные дома Строились обычно На берегу ручья Хотел бы знать Откуда она это знает Ну ладно Храм например На берегу ручья построен Ну и так далее Значит Они даже не подозревали Кого обвили пеленами Где эти пелены Были потом найдены Они никогда не слышали С большой буквы Про того Кого называли Наша Пасха И не прочли слов В та суббота Был день великий Вот причина Семисвечника В Пасху У комментатора Меца Причем это он публикует С 95 года В любом своем издании В библиотеке поэтов В собрании сочинений На него не действует Ничто На этого человека Это про них сказано Вам чушь ты странен Вифлеема Вы если не увидали Строчки из стихотворения Которое считалось пропавшим Но было найдено Записано в книгу стихотворения В Ростове Где вероятно погиб Ухранитель Леонид Ландсберг Такое невежество Есть мерзые запустения И чат небытия Когда люди знают О своем прошлом Меньше чем животные У которых есть Хоть полностью сохранившийся Инстинкт Память тела Но и мы еще пока Ходим на двух ногах И умеем Стоит сохранять равновесие Пока люди есть и живы Еще не все потеряно Еще могут они заговорить Друг с другом Прочислить и узнать Где сказано Солнце превратится в тьму Итак Чисто христианский комментарий Но в отличие от Некоторых других случаев Например от стихотворения Посох Где он возможен Там двухслойное стихотворение И один слой Точно христианский Законченный По отношению к этому стихотворению Вы понимаете Это просто не работает В драгоценный лен Субботу пеленали И семисвечникам Значит освещали Того кто наша Пасха Ну Как-то так Не совсем Итак Значит Прежде всего мы видели с вами Что То что написано У Каблукова не то Ну и вот комментарии Уже какие хотите Итак Собственно говоря Что происходит Давайте вернемся К этому стихотворению Среди священников Левитам молодым На страже утренней Он долго оставался Что это за стражи Ну это молитвы Которые Как вы понимаете Так же точно Как Обедня не в обед А за утренней Глубокой ночью Понимаете То же самое То есть Во время некой молитвы Он оставался Ночь иудейская Что это такое Вообще говоря Это термин Что нету света Раз нет храма Сгущалось и над ним И храм разрушенный Угрюмо созидался Я пока пропущу Он говорил Небес опасна Желтизна Уж над ефратом Ночь Бегите Ере А это что такое Ну откройте пророчество Исаии Посмотрите Откуда придет С царями расправляться Но старцы думали Не наша в том вина Все черно-желтый свет Все радости иудеи Вот оттуда и придет Вот тогда тьма кончится Когда мессия придет Он с нами был Когда на берегу ручья Это что такое А вот это Иудейский обряд Действительно связанный с ручьем Ручей этот называется Селам Когда нужно было Во время праздника Суккот То есть кущей Скажем так Или шалашей Не знаю как это объяснить Надо было взять В Селамском источнике Значит Старые священники Брали воду И как раз под пение Значит Молодых левитов Несли его в храм Для того чтобы Омыть жертвенник храма И есть такая фраза Тот не видел радости иудеи Кто не видел возлияния воды На жертвенника Значит все эти сложнейшие сведения Можно найти Либо в еврейской энциклопедии Брагауза и Фрона Вполне доступно Либо просто в Брагаузе и Фроне В разных Там статьи о храм Селам там И так далее Все это есть И остается только Значит понять Что и как происходит Но сейчас Я хочу Обратиться К Еще некоторым Абриан Что такое В драгоценный лен Субботу Пеленали И так далее Если вы просто Откроете еврейские молитвенники Там легко написано Как одевался первый священник Он одевался как раз в лен И подробнейшим образом В специальном молитвеннике На судный день Просто подробнейшим образом Это все описано Поэтому тоже никаких Невероятных познаний Чтобы это Тут просто не требуется Когда я напечатал Такую статью То Значит Соответственно Как бы это сказать Мой дорогой коллега Аркадий Бенционович Кавельман Заведующий кафедрой Иудаики Значит Соответственно Московского Ну и МГУ Института страны Азии Африки Позвонил мне И сказал Что Значит А последнюю Что не мог прочитать Про храм Разрушенный Угрима Ну это все хорошо А в чем дело Ну я сам не знаю Почему Поэтому я с удовольствием Прочту вам Две цитаты Из Аркадия Бенционовича Вы в интернете Можете найти его статью Мандельштам Экзигет И прочесть ее целиком А я значит Только прочту вам Из нее Два отрывка Но он обсуждает Значит Мои взгляды на жизнь И говорит Значит Катас от жанрового Системного анализа Переходит к подбору И сравнению текстов Отобранных по признаку Наличия русского перевода Который мог читать поэт Значит Когда я работал 10-12 лет назад Я установил Откровенно Антинаучный принцип Что я буду пользоваться Только теми еврейскими Источниками Которые переведены На тот момент на русский Разумеется Для Мандельштама Это не так Кто Галиберге мог учиться Полтора года Сами понимаете Очень ему нужно это все Мы не будем сейчас обсуждать И то что в доме Явно был домашний учитель Он и буквки Некоторые знал Вот Все это тоже можно Обсудить Но не сейчас И кроме всего прочего Просто в математике Есть такая наука А не филология В ней есть такое понятие Сильное и слабое утверждение Значит Чтобы сделать научным Это мое заявление А с филологической точки зрения Откровенно не научно Давайте я буду только Те греческие тексты Которые переведу на русский Звучит как идиотизм На самом деле Я отдаю себя в этом отчете Так как я происхожу Не из филологической среды То для меня это не так страшно Значит Сильное утверждение Это утверждение Имеющее максимальное количество Ограничений Слабое утверждение Практически не имеющее Ограничений Вот Понятно Да То есть Ну например Я буду говорить Там Физика только при нормальных условиях Не выше 100 градусов И так далее Чем больше я Вожу этих понятий Физики или математики Утверждение называется сильным Если я просто говорю Я вообще говорю о газе То утверждение называется слабым Физики и математики Так что это С виду такое Откровенно лженаучное заявление А на самом деле Не совсем так Итак Здесь Левит 16 90 Псалом Сидур Дом Божий Исаия И вот Макзор То есть специальный молитвник На Юмкипур Подбор именно этих текстов Задан хронотопом биографии Мандельштама А не хронотопом стиха Время написания Среди священников По мнению Вот здесь Как это значит Это время Когда на Ближнем Востоке Внимание Разворачивались Знаменательные события Английское завоевание Палестины Вот на это Никто не обращает Внимания Точно в период Октябрьской революции Войска Генерал Аленбе Подошли к Иерусалиму Для всей русской Религиозной мысли Еще Сионистские конгрессы В немалой степени С 1997 года 1800 Актуализованные Краткой повестью Об антихристе Соловьева Были важным разговором И два очень важных человека С очень значимыми Для русско-еврейских Взаимоотношений Фамилиями Глаголев и Троицкий Это эксперты защиты Впоследствии На деле Белеса В третьем году Выпустили Один брошюр К другой статью Примерно Одинакового содержания Как нам Относиться К сионизму Боже Что же делают евреи Ну ладно Если у них Не получится Они народ Богоносец А вот если Мы им поверим Что же будет с нами То есть Это просто Нормальная Русская Публицистика Церковная Того времени Поэтому вопрос о том Что одновременно С Октябрьской революцией Происходит такая вещь Как подход В войск Особождение Грубо Господь Можно и так называть Кому принадлежит тогда Мусульманам же Да Вот оно То есть фактически Как крестовая похода Все выглядит Эти дни В это время Равин Айзенштадт Значит Петроградский Равин Выступает в цирке Ченезели И произносит Следующий текст Сегодня в те дни Когда евреи Переживают события Равные возвращению Из Вавилона То есть того Второго храма Знаете Какие-то хулиганы Бронштейны И наханкисы Значит Устраивают что-то Там на улице Это речь в цирке Просто Не помню Там 25-го 6-го Октября 7-го Вот что-то в этом Поэтому я продолжаю Что собственно Хочет сказать Аркадий Бенцинович Что я подошел К этому стиху Гомелитически То есть Использовал Некоторые Отсылки Ну К святым источникам Для описания Сегодняшней Ну Практической ситуации Такая штука Называется гомелитика Вот А значит Соответственно Он хочет сказать Что Мандельштам Экзигет То есть Что сама Последовательность Вот сейчас Этих отрывков Которые он Совершенно не сомневается Сейчас нашел правильно И он сейчас Себя добавит Что она говорит О его мировоззрении Вот этот перелом Действительно Произошел Как бы в науке Я вот вам его показываю И Продолжаем Время сюжета Перед приходом Мессии Мандельштамские старцы По мнению Катца Жили в эпоху второго храма Не в эпоху второго храма А в Россейне Ночьюудейская Означает горькие для евреев Времена Когда нет храмов Жертвоприношений Справедливости ради Следует сказать Что Катца Супоминает восстановление Второго храма Но лишь в контексте Строительства третьего храма Апокалипсические для христиан И для евреев Которые являются для Катца Моментом стихотворения Среди священников Катца Тогда же указал На обсуждение доклада Мусатова Отпокойного нашего коллеги Из Новгорода Что речь идет О строительстве второго Иерусалимского храма Заметим Что строительство третьего храма Не является апокалипсическим Моментом для христиан Апокалипсия Если и говорит о новом храме То продумевает Аганца Ани храм Как таковой И чуть позже Аркадий Бенцович Внимание Ситуация Он Талмудист Такой ученый И Сергей Сергеевичем Аверинцевым Под редакцией Аверинцевым Значит он переводчик Талмудической Агады Которая выходила по-русски Он любитель Если тут есть древники Такого загадочного текста Рубежа эр И религий Как письмо Аристея Автор работ по Конструкции Талмудического рассуждения И так далее То есть здесь разговор Серьезный Итак Попробуем прочесть Энегматический То есть загадочный стих Ровно так как он и написан В очевидной последовательности Библейских событий И цитат Это уже не я Восстановление храма Не есть принадлежность Только мессианских времен Оно реально происходило Во дни Зарававеля Когда евреи вернулись Из Вавилонского плена То есть грубо говоря Наше расхождение С Аркадием Бенцовичем В том что он историк А я как литератор Допускаю двойственности Вот эту Которая ему трудна Об этих событиях Повествует хроника Эздры Неемии Два пророка Агей, Хагай и Захария Библия дважды утверждает Что второй храм Именно угрюмо созидался В первой ездре Сказано Что многие священников И левитов И главпоколений Старики Которые видели прежний храм При основании этого храма Перед глазами Их плакали громко Но многие восклицали От радости громогласно И не мог народ Распознать восклицание Радости От воплей плача народного Пророк Агей Утешал народ Кто остался между вами Который видел этот дом В прежней его славе И каким вы видите его теперь Не есть ли он В глазах ваших Как бы ничто Но ободрись ныне Рядом с Агеем Проповедовал Захария У Мадочтама Молодой левит Предупреждает старцев Небес опасно Желтизна Ужна Дефратом Ночь Бегите Ирея И обращается к евреям Ровно с тем же призывом Эй-эй Бегите Из северной страны Говорит Господь Ибо по четырем ветрам Небесным Я рассеял вас Говорит Господь Спасайся сион Обитающий у дочери Вавилона Ибо так говорит Господь Саваоф Для славы Он послал меня К народам грабящим вас Ибо касающийся вас Касается зеницы Ока его И вот я подниму руку Мою на них И они сделаются Добычей у рабов своих И тогда узнайте Что Господь Саваоф Послал меня Ликуй и веселись Черь Сиона Последние слова Ликуй и веселись Черь Сиона Является не только Контрапунктом Кугрима созидался Но и прямо связан С концом второго Четверости Шесть и радости Иудеи Слова старцев Не наша в том вина Как и пеленание Субботы В драгоценный лен Имеет прямую аналогию В книге Захарии Иисус же был одет В запятнанные одежды И стоял перед ангелом Который отвечал И сказал стоявшему перед ним Так Снимите с него Запятнанные одежды А ему самому Сказал смотри Я снял с тебя Вину твою Облекаю тебя В одежде торжественно И сказал Возложите на его голову Чистый кедар И возложили чистый кедар На голову его И облекли его В одежду И все же Круз интерпретционис То есть Центр интерпретации Иерусалима ночь Из Захарии 14.6.7 Мы узнаем О необыкновенной природе ночи Которая не есть ночь А день Но без светил И будет в тот день Не только не станет света Светило удаляться День этот будет единственный Ведомый только Господу Ни день ни ночь Лишь в вечерние часы Явится свет И Епифаний усматривал Здесь пророчества О ночи страстей Господних Которые начались в 6 часов дня И кончились в 9 Иоанн Богослов напротив Ведел в дне без светил Признак счастливых времен Когда светило уже не понадобится И город не имеет нужды Ни в солнце Ни в луне Для освещения своего Ибо слава Божьей Осветил его светильник Его Агнец Откровение понятно 21.23 И ночи не будет там И не будет иметь нужды Ни в светильнике Ни в свете солнечном И Господь освещает их Иоанн переворачивает Текст Захарии Или текст Исаия Дня Господа Который был источником Текста Захарии И мрак сменяется светом Но остается отсутствие светил И состояние Ни ночи Ни дня Я значит Не буду сейчас Вы можете статью прочитать Аркадий Менценович Действительно в интернете Она есть Или в его книге Значит Эллинизм и еврейская культура Если такая книга тут есть Ну есть в интернете Ладно Так вот Что я собственно хочу сказать Вы посмотрите Куда мы сейчас попали Сначала Вот он со мной Совершенно справедливо спорит Что можно было бы Дочитать до конца А с другой стороны Он говорит о чем Он говорит о том Что источником Захарии Является Исаия То есть это вот нормальная Построение еврейского текста Один за одним Многослойный текст Он не так читается Как в христианстве Другие правила чтения Мы сейчас не будем о них говорить И вот здесь Аркадий Менценович Делает вывод Что Что Это еврейская экзигеза То есть такая последовательность Пророков Царей Хроник И псалмов Точно Не христианская В чем разница Его подхода И моего Я действительно Об этом сейчас говорю Потому что то что я вам рассказываю Тут реально сегодняшний день науки Они Вот ну лекция какая-то такая Учебная Мне не хочется совершенно это делать Все что можно прочесть Можете прочесть Не так мало есть в интернете И в библиотеках Так вот Проблема состоит здесь в следующем Когда я писал свою книжку Осипа Мускус и его действия То я действовал следующим образом Я сознательно Нигде Где я находил еврейские источники Никогда Не давал христианские Прекрасно их видят И у меня в предисловии было написано Что пусть это сделает кто-то другой Значит Аркадий Менценович Проделал это Для вот этого участка Потому что Вопрос конечно Апокалиптики Как я говорил вам на первой лекции Это вопрос двойной Евреям хочется понять Что у других Все же видят чужих богов Извините Сколько там Не говорили о невероятной замкнутости И наоборот Даже как русская интеллигенция Пыталась создать себе образ иудаизма Так же иудеи создавали себе образ христианства И вот в этом стихотворении Вы видите Что база-то У Мадештапа такая Вот такая И вот такое стихотворение Как его написал сейчас Аркадий Менценович Вот такой разбор А не как Надежда Ятона Конечно Безусловно может быть посвящен Карташову Но это же стихотворение Может быть посвящено евреям Потому что момент один Общий Теперь Ничего гомелитического Нам здесь не мешает сказать Что между прочим Революция Переворот И катастрофа Эти слова Значит абсолютно одно и то же На целом ряде Близких языков и родств Вот Но Что я тут хочу сказать Что Мы должны Понимать Одну вещь Что вот если то что я вам сейчас рассказал Мы обратим снова К тому варианту Который реально находится у Каблукова С стихотворением Еще раз Когда сгустится мрак Над венчиком свечи Среди левитов тьмы Останусь я в ночи И зернами душа Рассыпанного мрака На голову мою надену Митру мрака Не митру одену Не головной убор На меня опустится Темнота Как поздний патриарх В разрушенной Москве Не освещенный мир Неся на голове Тут конечно двойной смысл Темнота То есть такая же иудейская ночь И одновременно Отсутствие света Христа Ну и Христова там Неважно Понятно да Что я имею ввиду Чреватой слепотой Имеющей уши да слышат Имеющей глаза да видят А тут значит И муками раздора Как Тихон ставленник Последнего собора То есть это взгляд С ювейской стороны В отличие от того варианта Когда в более поздних случаях Снимается И как кто знает может быть Не хватит мне свечи Среди бела дня Останусь я в ночи То есть убирается ключевое слово И вот как это не горько Но с 1917 года По 2014 Никто не замечал этой разницы Вы не увидите ни одной работы И для меня вот в прошлом году Когда я наконец-то решил заняться Этой парочкой стихов В ответ уже Аркадий Винцович Он действительно сделал Несколько замечательных ходов Ну почему же было не ответить Вот Тем более что мы с ним Все равно вместе работаем И значит Как можем То здесь Я увидел вот эту вещь Значит Человек продолжал себя Считать вот этим сам левитом Вряд ли он мог себе позволить В газете свобода написать Что он значит Левитом тьмы останется И то-то в газете Свобода написать В неосвещенном мире мрака Но и стихотворение Обращено уже к Карташову То есть он варьирует Просветляет и затемняет Эти вот разные уровни Он может в них играть И сознание это Абсолютно свободно Работающее Между этими вот Заветами Теперь давайте посмотрим Значит Есть же как известно Христианский канон И мы понимаем Как он устроен Значит он устроен Следующим образом Значит Ну все идет как надо Потом две книги Маковеев И потом Ну все что касается Нового Завета И где-то будет Откровение Анны Да А еврейский канон Иудейский канон Вот если еврей хочет Креститься Ну реально Пусть культурно Пусть серьезно Не важно Что с ним происходит Только давайте сразу Раз и навсегда поймем Что человек Уже деды которого Ничего не знали Не может быть выкрестом Меня расизм не интересует Выкрестом может быть тот Кто сознательно Будучи иудеем Почему-то решил стать христианином Понятно да Что я имею в виду Вот это В случае Мандештама Так вот А все остальное Меня совершенно не интересует Культурные процессы Меня ни в коей мере И такие вещи как Крещение Мандештама Пастернака Булгакова Вот это все куда-нибудь Мы говорим о людях С ненарушенной Религиозной традицией И по крайней мере Которые понимают Что они делают Так вот Еврейский канон Как раз кончается На том самом пророке Которого цитировал Аркадий Бенсоныч И чем же кончается Этот пророк И если будет Значит Израиль грешить То отверну я лице свое От него И придет Сын человеческий Во главе народов Ко мне Вот как кончается Еврейский канон В этом случае Иудею Который решил креститься Не нужны Никакие книги Маковеев Ему не нужен Не нужна даже фраза В начале было слово Потому что он знает Что было в начале Берешит Барайлогим Вет Шамай Вет Баарц То есть В начале Дух был между небом И землей Была земля пустынная Он знает начало А конец какой? Конец апокалипсиса Можно сразу Вот это апокалипсическое сознание Людей Которые Ну по крайней мере Там Не важно Сколько религиозно Но культурно Вот входили В христианский мир В евреях Оно несколько другое Конструктивное С другим бэкграундом Отсюда возникает оригинальность Я часто вот Студентам своим говорил Что и говорю сейчас Когда хочу Что вот объясните мне Пожалуйста Почему Гумилев мог говорить Что у Мадрештама Нет учителей Он что Тютчева с Пушкиным Не видит? Ну это как-то смешно Речь шла о другом Речь шла о том Что Само по себе Вот эта конструкция Поэтического мира Не имеет аналогов А не технические приемы И не Она там еще не родилась Она и музыка И слово Да? Ну что мы тут Селентиум Простите Стехтория называется Селентиум Это вот значит Гумилев на таком уровне Не видит То есть Где-то есть восклицательный знак Где-то нет В названии Это ему прямо Пеленой все закрыло Да нет Речь идет о том Что действительно Как бы вот такой поэт С такими своеобразными Значит подходами К делу У нас появился Ну и вот если вы Эту митру мрака Поймете так вот Как я вам сейчас Примерно рассказываю То и придете домой И посмотрите стихотворение Что-нибудь Типа там Я по лесенке Приставной В лес насклоченный Сеновал То вот там и одета Это самое Это уже там Другие вещи Я очень надеюсь Что Еврейский музей Где вот В Новый год У нас была конференция Мандельштамовская Он вывесил часть На сайте Еврейского музея Центра толерантности Висит Половина конференции По Мандельштаму Которая была В Новый год И Она была не на эту тему Там Общая совершенно И вообще Это такой музей Очень сильно толерантный И там есть центр Просто по изучению Русского авангарда Где вы тоже можете найти Мои лекции Больших количеств Они совершенно не касаются Вот той тематики О которой Мы сейчас говорим Так вот И там Я надеюсь Что будет вывешена Вторая часть Конференции Вывешена первая часть И круглый стол Надо еще вторую Чтобы она появилась И там вот будет Мой доклад уже Про эти стихи Где я впервые В нарушение Не то что Вот этого слова Которое я себе дал То есть Пользоваться только Переведенными на русский Напрямую Уже используйте Еврейские источники Которые в детстве Учитель точно сказал Самые начальные И так далее Вот там уже Увидите следующий шаг Он трудный Я не хочу сейчас Значит делать его Вот Но говорю вам о том Что конечно Проблема Почему в течение 10 лет Я не могу издать Второе издание книги Заключается в том Она разошлась И ее следов не существует Но тем не менее Не буду я это делать Потому что Такого наплыва Гигантского материала Вот в этой сфере Как она сейчас идет Я имею в виду В данном случае Помогу Это что-то Действительно Трудно перерабатываемое Даже в некоторых случаях Придется думать о том Где Чтобы не потерять смысл Уже отсекать Потому что люди часто Уже найдя что-то Наждаю в энциклопедию Туда вкладывать Этого делать не надо И здесь я не могу Не вспомнить Недавно ушедшую Майлу Лазаревну Каганскую Которая Книжка ее сейчас вышла В Москве Она жила в Израиле Киевлянка С 70-х годов Уехала в Израиль Очень глубокий человек Человек из близкого круга Надежды Яковлевны И так далее Вот незадолго до смерти Она написала Что сегодня наука С невероятным успехом Она была автором Самой первой статьи Под названием Осип Мадештам Поэт иудейский Значит Доказала наличие Вот всего этого Но Если и сегодня Явно надо сделать Ход назад Потому что Если будет только это Без христианства То это будет неправда Вот На самом деле Моя цель Вот была С одной стороны Показать вам Хотя бы здесь Вот без следующего шага Эту глубину Ну не подтекст А бэкграунд Культурного Религиозного Даже телесно-человеческого Человека Который написал Дано мне тело Что мне делать с ним Какое тело-то дано Не человеческое же А именно Как войти в русскую культуру Человек Который писал Что мы должны Вот в тех стишках Вот которые Про лесенку Представную Что мы должны Обернуться в иолийских Созвучий звон Но в вариантах Этого стихотворения Которое Михаил Леонович Напечатал Написано Не сухорукий звон А иссохшей рукою Крестясь Пусть иссохнет Моя правая рука Если я забуду тебя Иерусалим Вот такие черновички Они напечатаны У Гаспарова В томе его сочинения На четвертом Не важно Редкий дорогой Но все-таки Я надеюсь Библиотечно доступен Вот и вы увидите Что вот это Сложнейшая двойственность Собственно и порождает И оригинальность образов И нетривиальность переживаний И очень многие вещи Которые Вот надо просто Понимать Что это И символика Это и метафорика Сложная Надо просто знать Что символизируется И что куда Метафорас перевозится Что куда переносится И если мы видим Перенос от христианского Например К иудейскому Или наоборот То это вовсе Не метафора Или символ Христианский Или иудейский Вот этот вот Динамизм Который у него Сохранялся на протяжении Абсолютно всю его жизнь Абсолютно Полный цитат Иногда Из Просто молитвенников Которые никто не видит Ну кто не читает Понятно зачем Пою когда Гортань суха Вот Просто цитаты Из юмки порного молитвенника Вот И поэтому Армения была Младшей сестрой земли Иудейской И так далее До конца Это очень Непростой путь Человека Который простите Был убит Как-то не очень приятно Об этом говорить Но конечно Его поздние стихи Там на откосы Волга Хлынь Ларезные там Полотенца с петухами И так далее Мы не знаем Куда он пришел Это был выход человека После стихов О неизвестном солдате И какой бы еще мог быть поворот При таком запасе Мы не имеем Никакого понятия Вот поэтому По всему Я надеюсь Что Вот вы сейчас Может быть Будете готовы Выслушать последние пять минут И мы закончим А захотите будут вопросы О той научной Теоретической Что ли ситуации В которой мы оказались И если помните На самом начале первой лекции Я вам говорил О такой штуке Как Росика-джудаика И джудаика-росика Вот в таких терминах Джудаика-росика Так называется сборник Которым я буду завтра пользоваться РГГУшный сборник По иудаике А значит Росика-джудаика Джудаика-росика Это том Конференции Которая была в Иерусалиме В 2010 или 2011 году Которая называлась Новое направление В изучении Внимание Антисемитизма И ассимиляции Вместе Казалось бы Но при этом Мы поставили Очень интересную задачу Перед участниками Это был такой Семинар по приглашениям Там никого Не зазывали Значит Все только для тех Кто мог что-то сделать Мы говорили о том Что нам нужны люди Которые это проделали По нескольку раз В своей жизни То есть Были евреями Потом они уходили Потом они возвращались Потом они это отрицали И вот когда мы увидели Это не вот такой Там антисемитизм Потому что это было Как уголовщину что ли изучать Там ассимиляция Что полный отказ Ничего подобного В русской культуре Вот 20 века Этого просто не было И Вот Вы можете посмотреть Я надеюсь Что доступна Например Книга Елены Дмитриевны Толстой Про Акима Волынского Вот кто такой Аким Волынский Ну Автор книги Русские критики Как мы наверное слышали Автор очень хорошей книги О Достоевском Которую недавно Переиздали И очень приличная книга Котельникова Из Пушкинского дома Об этой Стороне его деятельности Он Значит Автор Это сам Книги восхищения То есть он Теоретика Историк русского балета Важнейший Вот Аким Волынский Ну там Счастливая судьба Не счастливая судьба Кого это волнует Теперь смотрим С другой стороны Это человек Который печатался В журнале Восход И первая его работа Это чуть не 700 страничное Сочинение Про Льва Леванду Русско-еврейского писателя Одновременно В журнале Северный Вестник У Любови Аклины Гуревич Которая должна быть известна По истории символизма Всяких там разных Мережковских Вот этих вот Чеховых И прочих Таких вот людей Значит он печатает Большое сочинение О Спинозе Потом он печатает Значит вот те труды О которых я говорю Там разные И вот после Уже революции Он печатает Не напечатанный до сих пор 800 страничный труд О Рембранте и евреях И некий такой Мессианский текст Под названием Гиперборейский гимн Который должно Увести с собой Габима Евритский театр В Палестину А ну-ка теперь вместе И вы видите Что Мандельштам Тут совершенно не единственный Он вполне мог быть Еврейским Он мог интересоваться Любым имяславием Его могло тянуть К любому Каблукову Он мог С Ильиком Ивневым Ходить в Печерскую лавру В Киеве Ну продолжаем В том же духе Ничего страшного Это норма Вот наша задача Чтобы у нас не было Вот тех проблем Которые я сейчас говорил В анализе Помнить об этом И вот такую зону Мы собственно так и назвали Эта зона касается Бабеля с тем же успехом С разными панами Аполиками Там и прочими Сомнительными С еврейской точки зрения Рассказами Ничего не сомнительно Теперь подумайте То же самое О Кавке Цвейгах Конете О ком хотите И вы увидите Что это был Такой 20 век Может он такой И 21 И здесь Совершенно не требуется Тянуть в какую-то Одну сторону Мы просто должны понять Что существует Вот такая зона Пересечений Безусловно Для русской культуры Ну 50-х что ли Там не знаю Годов и до Наших дней Могут существовать Люди Которые ни слова Об этом не знают И читают Мандельштама Как хотят Например Даже в таких Полунацистских органах Как наш современник Куняев Когда-то печатал Главу Типа Мы оси По жидам не отдадим То есть видите Куда проникает Уже в самую Приятную Так сказать Среду Значит С другой стороны Есть люди Которые наоборот Хотят Слишком это все Пережать А на самом деле Каждый из нас Ну я же просить Учился Все-таки в советской школе В советском вузе Это не значит Что я был слишком далек От иудейских кругов Но это вузе не значит Что я тут что-то не понимаю Или чего-то не могу Это мой выбор уже Как дальше Полно моих друзей Как вы понимаете Там Меневского круга Еще какого-то Вот она среда Как же я могу Против этой среды И против реальности То есть для меня Вот это вот как бы Оценка контекста социального Что ли Какие-то люди Уехали в Израиль И вот там Где была напечатанная статья Вот эти две замечательных Статьи моей Каганской Мандельштам и Хомяков И Мандельштам Значит Поэт иудейский Написаны-то они были В Киеве Привезены-то они были В Москве Надежде Яковлевне Вот оно в чем дело Вот теперь попробуйте Про это написать стихи И вы увидите Что вы попадете Вот в подобную Образность Ну я надеюсь Что я был понятен Если нет Давайте вопросы Обсудим Что значит обретение Апокалиптического мышления Все-таки Ну это ощущение Пожалуйста На самом деле так Мне про это Пришлось толстяную книгу Написать русской Эсхатологии Русская литература Так вот Значит Что это такое Как устроен апокалипсис Мы ждем конца света Мы уверены в том Что мы знаем Что там будет Вот в иудаизме Например Вообще Об этом запрещается говорить Мы можем его ждать А дальше будет суд А там посмотрим Могут быть люди Которые говорят Ну как же так Есть же пророк Изеки Я с евреей сейчас С точки зрения говорю И мы знаем Что значит В момент прихода Мессии Все значит Кости сойдутся На Мастличной горе Потом обрастут мясом И так далее Наливаются кровью аорта И звучит Рядом Шепотком Это уже неизвестный солдат Так вот Это кто не хочет Кто-то не видит Как они наливаются кровью вдруг А с чего они наливаются В неизвестном солдате Мадричтаб Так вот И значит соответственно Это Еврейское отношение Есть христианский апокалипсис Где подробно написано Про семь печати Про разные там реки Про разные огни И люди знают Что у нас был первый Завет С Богом отцом Пожалуйста Пусть будет троица У нас был второй У тех Кого был Значит с Богом сыном Но перед этим Грубо говоря Был такой вот Иудаизм И эллинизм И из него Как-то вот Что-то произошло То есть Эллины Разрушили Эллинистые Разрушали Значит храм А евреи В это время Сохраняли Иудаизм Дальше Появляется Значит Христос Который говорит Что жертвы Надо отменить Там еще что-то А я пришел При этом Не отменить А исполнить То есть Для христианин Уже жертвы В храме Это все такое Малоинтересная вещь Но Мы живем Снова 20 век И у людей Ощущение Кончается Тысячелетие Когда мы говорим Фендесиек То есть Грань веков Да Конец века То Это означает Что должно быть Дальше какое-то Начало А тут Конец Тысячелетия И люди Начинают думать Как им быть Ну В качестве Самого простого Примера Выходит В третьем И четвертом Году Журнал Где печатаются Там Гиперс Мережковский Все кто хотите Всегда Привожает Красивый Пример Он педагогически Очень хорош И журнал Называется Значит Новый путь Ну Путь Это понятно Новый путь Весь третий год Мы печатаем Юдаизм Розанова Пусть он будет Какой угодно Там Какое он имеет отношение К юдаизму Неважно Значит Вот он так Понимает Иудаизм Весь четвертый год Печатается Книга Вячеслава Иванова Значит Сейчас Все время путаю То ли это Дионис про Дионисийство То религия Стадающего Бога То ли наоборот То есть Теллинистическая книга Про Дионисийство И люди понимают Что то новое Христианство Которое Мережковские Хотят Ее до сих пор Полностью не напечатали Просто сочинили Литургию Вместо там Златоуста И прочих там Литургий Они сочинили свою И этот журнал Закрывается То есть Они внутри себя считают Вот так мы понимаем Иудаизм Вот так мы понимаем Иллинизм Посмотрим Что будет вместе И тогда мы сможем Перейти во что-то Журнал закрывается Журнал открывается С другим хозяином В новом оформлении И называется Вопросы жизни Так правильно Христос преодолел Тут апокалипсис Как видите Даже вот В больших конструкциях Они это все время видят А теперь у нас Это кончилось И две тысячи лет прошло Значит мы вроде Попробовали Как было тогда Вот этот тот опыт Мы должны сейчас Как-то перенести на себя И подумать Что будет у нас А что же может быть у нас Если у нас был завет С отцом Завет с сыном Простите Там уже не так много вариантов Там остался завет Святого Духа И тут у Мережковского Появляется идея Так называемого Третьего завета Но третий завет Это давняя Флорианская ересь Эхима Флорского Что я вам помню 14 века Который стал говорить Что дальше наступит Новый завет Завет Святого Духа То есть у нас есть Как бы тогда тело Но живем мы Вот в духе Так кто это реализовал Это абериуты Потому что символист Будет всегда ожидать Апокалипсис Всегда Вот как они это сделали Футурист Он там всегда внутри А абериут Вот отсюда Вся двойственность Техтекстов Трудночитаемость И получается Вот они живут Как бы в третьем завете То есть прямо В литературе Реализуются Эти вещи Когда введенского Допрашивали То некий Следователь Кац Ему замечательно Сказал У вас не поэзия А какая-то Поэтическая литургия Поверьте мне Что это намного Глубже Всего абериута Ведения После Следователя Кац Серьезно говорю Без шуток Он все понял То есть он мог не понимать Конкретно Как эта штука работает Ну протокол уже опубликован Это же Небольшая проблема Вот То есть таким образом Идет буквально Реализация Апокалипсического процесса В сущности Конструкции апокалипсиса Бывают Разные Они бывают Одноступенчатые Пришел И настал новый мир Бывают они Многоуровневые Ну те кто Больше любит Какого-нибудь Ареапогита Ну давайте По всем уровням Можете пройти Сколько их там Этих уровней Но Что в это время Происходит в стране Как большевики называли Что они там Такое сделали Построили новый мир Не было ничего такого Не было Не было нового мира Коммунизма И что говорил Ленин Вместе с Маяковским Что нам остро Необходима Революция духа Грядет Революция духа А в это самое время Что дальше делают Большевики А дальше большевики Отменяют Неделю И вводят Пятидневку То есть Воскресенье Выходные Начинают двигаться По неделю У кого как В переводе На русский язык Это означает Что у людей Нету Пасхи И воскресенья И тогда Появляется О смерти Маяковской Гигантская Такая штука Веденского Под замечательным Названием Кругом Возможно Бог Кругом Возможно Бог Сказать только Два раза Во вторник И в четверг Страстной недели А про всю неделю И то лучше Так не говорить Но это Дни наибольшей Богооставности Да я просто Сейчас Грубо говорю Так вот Ну раз он так Назвал То назвал И вот Когда Маяковский Кончает с собой В Страстной Понедельник Дальше Что там написано В Веденского Специально Другой привожу пример Чтобы не Мандыштамской Поэтики Все живут предметы Лишь короткий век Лишь весну до лета Вторник до четверг Я сердцем Ни разу На мае не дожил А в прошлой жизни Лишь 100 апрель Есть И лежал он Таки Со вторника По четверг А дальше Что он будет похоронен На красных Железных досках Ну правильно В металлическом гробу Кого это можно В страстную неделю Хоронить В красном гробу С пением Стихира пасхальной Только отмеченных Праведников Погибших Исключительно за Христа Последний случай Знаете Вот убийство монахов Там в Оптиной пустыне Сколько там уже 18 лет Ну не помню Они автоматически Отмеченные Ну практически святые При этом Маяковский Безбожник Покончил с собой Железный гроб Крематорий Все пошло Поэзия работает Никаких проблем И еще нет воскресенья Заодно Вот так И вот поэтому То что я вам Про революцию говорил Если евреи Возвращаются Из Вавилона То должен быть Второй храм Но он же уже был Значит Это некий Некое Подобие третьего Если христиане верят Что это возвращение Из Вавилона То есть Аркадий Бенцович Говорит Ну тогда агнист Со всеми вытекающими Последствиями Тогда рождается Образность Литература Вот так И кстати Абериута Назывались Объединение Реального искусства Как видите Ничего более реального Чем то что я вам рассказываю Не бывает Ну потом елка появилась Потом отменили Понятно Когда уже елка Тогда уже И воскресенье И Рождество Вот только Вместо звезды Неизвестно что Обозначающей Потому что в это время Уже красные звезды Над Кремлем Стали делать Вот этот шпилек Пишите стихи Вот так Устроено это сознание Я сейчас говорил О литературном Вы меня поняли Да То есть Это не религиозные Переживания Не теологические Конструкции Так поэты Вот строят Понятно да Еще есть вопросы Давайте Я так из вашей лекции Понял что С Мусатовым И с его конструкциями Ва сложные отношения Ну вот так запутался Вот Я просто Хотел напомнить Вот его Давнишнюю работу Где он пытается Значит Вот раннего Мандельштама Вывести Из опыта Нацина Да И переживания Нацина Вот То есть Вы как Вот к этой Конструкции Относитесь Что вот Наследие Нацина Как один из важнейших Первых истоков Вообще раннего Мандельштама Ситуация такая Я не помню Кто первый Значит Стал говорить о Нацине По крайней мере В мемуарах Даже Надежды Яковлевны Про какие-то стихи Сейчас забыл Какие Было написано У нас дома Это называлось Нацин Так что здесь Никакого открытия Нет Значит Если вы хотите Чтобы Бемшин ответил Не в рамках лекции А литературически Просто Я отвечу Значит Речь идет Не только о Нацине Речь идет О круге чтения Тенишевского мальчика Значит Он начинал С писания стихов Как тянется Тянется Там дороженька Пыльная Да Такие Довольно смешные Детские стихи Но там есть Очень странная Строфика И даже Вот Совершенно Такой Выдающейся Работе Дмитрия Владимировича Фролова О стихе Раннего Мандельштама Которая Вышла В языках Русской культуры Было написано Что даже Такой строфики Нет А значит У Михаила Леоныча Пропустил Потому что Редкость Это строфика Минского И я ее нашел И в пятых Сохрани мою речь Это можно найти Значит Где я ее Значит Показал эту строчку Это Вообще говоря Такая немножко Плаксивая Свободолюбивая Поэзия Здесь не стоит Специально Искать Значит Только Национ Очень важный Момент Это Фрук Семен Фрук Русско-еврейский Поэт И как раз С моей Каганской Которая написала Статью Про поэта Иудейского Мы много На эту тему Говорили Потому что Она правильно Учуяла Что Библия Мандельштама Хомяковская Но ничего себе Славянофильско-любомудровская Библия Поэт Вот такого типа Это же не может быть Просто Но поэтически Это так Сделать ничего нельзя И Значит В какой-то момент Мне удалось найти Цикл стихов Фруга Сугубо Еврейских Таламудических С эпиграфами Из Хомякова Они-то и казались Предшествием Вот Вот Пожалуйста Промежуточное Итак Это Минский Это Фрук Это Нацин Безусловно Просто Более широко Надо к этому подходить Не забывайте Что Минский Тоже значимая фигура До крещения Всего остального Он автор Очень известной Пьесы Осада Тульчина Сугубо Еврейской Очень знаменитой Он был почти Символической фигурой Русско-еврейского Поэта О нем И о Фруге Писал Волынский Вот Вот Видите Куда мы попадаем Сразу И это Нормальный круг Чтения Что касается Восхода Вот этого Большого Русско-еврейского Журнала То именно Там Вот Поэтому конечно Этот элемент Есть безусловно Впоследствии Олег Ликманов Это продолжал Значит Заниматься там Наценом Ну конечно Да А как еще Чтобы рвануть Нужно что-то И Мадыш там Рванул где-то Между 14 и 15 Годом Я такой Чистый Восторг Камнем Я в него Не очень верю Это начало пути Вот тогда Мы его уже читаем С такой глубиной Люди Которые его читали Совершенно У них это не вызвало Какого-то Потрясения Вот Поэтому конечно Да Здесь все правильно Когда просто Понимаете Когда люди Занимаются Вот этими Библейскими Иудейскими Вещами Надо очень Четко Держать у себя В голове Разницу Христианство И христианская Библия И еврейство И еврейская Библия Практически Людей Которые Ну либо Не практикующие Либо не узкие Специалисты Просто нет У него там Просто путаются С этими Храмами Я ему И отвечал Собственно На конференцию У нас Совершенно Были нормальные Взаимоотношения Понятно Ну Это была Вообще Серьезнейшая Проблема Я вам даже Скажу Что когда вышла В 2002 году Моя книжка Лежит она себе На ярмарке Проходит Один из Значит Исследователей Таких Сильно Православного Направления С которым У меня тоже Вполне Нормальные Отношения Я просто Фигурирую Даже в учебнике Дунаева Для духовных Академий Пожалуйста Никаких проблем С ними знаком Не был никогда Вот И один человек Проходит мимо И произносит Такую фразу Как ты мог написать Книгу Мадельштам Иудии Когда не написана Книга Мадельштам Христианин Я что ему сказал Дорогой Я тебе мешаю А вот трудно Она не пишется Вот в чем дело Она не пишется И очень Большая Трудность Я даже Ну не скрываю Я вам скажу Что довольно Серьезный был конфликт При подготовке Мадельштамовской Энциклопедии И я Вышел из состава Этого проекта Потому что Получалось так Что либо Статья Иудаизм Должна быть Гигантской Но тогда К ней Должна быть Бездна Отсылок Чуть не во всех Стихах Мадельштама На что не идут Понятно Либо В массе статей Должны быть вещи Которые начнут Противоречься Ему же сказано До этого Я сказал Пожалуйста Можете делать сами Либо не цитируть вообще Но бояться Вот та же самая ситуация Бояться не страха У меня власти никакой нет А именно того А если сейчас еще что-то Найдется всерьез Понимаете Это вопрос Очень серьезный И как будто Вот этот вот цикл Из этих трех лекций Он именно предназначен Не для того Чтобы я вам прочитал Там лекцию По поэтике Того-другого третьего Разберетесь как-нибудь И к ней есть И статьи А именно Чтобы показать Новую научную ситуацию С которой надо что-то делать И она вот такая И вот представьте себе В тех же спорах Которые были Вокруг этой энциклопедии Я например сказал Что видимо Кто-то не понимает Что такое персональная Энциклопедия У Андрея Белого Например Самые большие тексты Это будут Буддизм, индуизм Потом христианство Потом ислам А потом только евдоизм А вот для Мадештама Наоборот Это разные вещи Я не уверен Что у Пушкина будет индуизм Если мы будем делать Пушкинскую энциклопедию Как-то Что-то не просматривается А если человек писал Подражание Корану То боюсь Придется написать Подумать о том Что это такое То есть это Вот сейчас Как ни странно Из-за самой конструкции Энциклопедии Персональной Мы вынуждены Для себя это решать Поэтому Что для меня Никакой нет проблемы В том Что люди это не воспринимают Потому что Ну ладно уж тогда Ну если хотите Еще три минуты Я поговорю Значит У меня только что Вышла работа В Германии В Дивельдерславен Посвященная тому Как было остановлено Изучение еврейства Мадештама Просто остановлено Дело в том Что Самая знаменитая статья На эту тему Никому не известна Никому не доступна Это статья Умри Ранена С 72 года Из Ежегодника Энциклопедии Джудаика За 73 год Где он Вот все эти вещи Собственно И понаписал Те которые Примерно В стиле Надежды Яковлевны И самое смешное Что там даже есть Его же статья Про Надежду Яковлевну И уже выражена Его позиция Масса ученых Которые уже тогда Начинали что-то подобное Писать Либо спорили Даже в переписке Никиты Струве С Надеждой Яковлевной Есть фразы Что в Нью-Йорке Значит там У Струве И Филиппов Не понравились Мои у Дево Христианские рассуждения Это было остановлено Потому что Вот такой поэт Не мог быть Новым Пушкиным 20 века Да еще при условиях Советской власти При успехе Пастернака И его христианства Поэт такой второй Мог быть Только вот Того вида Как он был сделан Самой Надеждой Яковлевной Это сознательно Было сделано А дальше Она человек Абсолютно Незаурядный Я абсолютно Не уверен в том Что надо изучать Экмиизм по ней То есть мягко говоря Уверен в обратном Но она крупнейшая фигура Русской культуры Пятидесятых Семидесятых Годов Просто формировала Сознание И там где оно уже Сформировано С этим уже очень трудно Бороться Тем более Несколько поколений Людей Плюс Почему я говорю Вот об этой своей статье Потому что Одним из центров Изучения Мандельштама Причем мировых На тот момент Оказалась Кафедра Иерусалимского университета Где оказалось Что вся кафедра Была конечно Фантастическая Чтобы были сразу Значит Сирман Значит Левин Это русист Очень известный Это не Юрий Усси Это его дядя Вот Затем Значит Дмитрий Сигал Лазарь Флейшман Омри Ранен Я не продолжаю Кошмар полный На одной кафедре И аспирантами В тот момент Были Михаил Войсков И Елена Толстая Ну в общем Это уже Ситуация Которая Труднопредставима И вот Именно там Вышла книга Ранена Энепроч Думандельштам Вот В продолжение Так сказать Вот Тарановской школы Так вот Тарановский Приехал В гости К Ранену Увидел Все это И написал Статью О черно-желтом цвете В Russian literature Задав парадигму Вот собственно Все С этого момента Если что-то Еврейское было Только Вели Какой-нибудь Цитаты На еврите Для украшения Славики Русалимитана Ничего серьезного Не было Майя Каганская Не работала В университете Она была Очень своеобразный Человек Во-первых Эссеист Во-вторых Безумно горда Ну Плюнула на них И все И жила себе Своей жизнью Не самой легкой Но это не важно И соответственно Не забывайте Что в Русалиме Еще находится Соответственно Майя Каганская Там же находится Значит И Володя Барселлаз И тогдашний муж Ну и так далее То есть Напряженность Этой среды Была громадная И вдруг Из этой среды Вытесняется Совершенно Человек Которого зовут Симон Маркиш То есть Это переводчик Известный античник Всех Там 12-й Цезарь И так далее Сын поэта Переца Маркиш Который приезжает В Русалим Отказывается Занять античную Кафедру Он очень сильно Незаурядный человек Про него Аверенцева Говорил Что это единственный Гений Которого он видел Вот И он хочет Заниматься Русско-еврейской Литературой И культурой И вот Просто вышвыривают Я оставлю Кто и как Мне понятно Что это знакомый Но я пропущу И он пишет статью В совершенно Сам издатском Журнальчике Таком минора И там вдруг написано Что Эти люди заявили мне Что вообще Ничего русско-еврейского Нету И что Значит Вообще заниматься Нечем И что вообще Они сюда приехали Изучать русскую поэзию Начало века И это все Очень хорошо А изучать они ее Хотели Вы даже Не представляете Как можете найти в интернете Интервью Тогда еще живой Майя Каганская И Елены Толстой О том Как себя перед их отъездом Вела Надежда Яковлевна Ее хотели туда Пригласить В качестве Знамени направления Она в последнюю минуту Не поехала Все Значит Ее книги Это вот То что я вам прочитал Вот на таком вот уровне И мы здесь Компонуем Ну насколько С мозаикой справитесь Компонуйте И вот это было Остановлено Поверьте Что люди Крайне незаурядные Вот все Кого я называю Я могу Очень не любить Покойного Ронена У меня могут быть Сложные отношения С большим уважением Дмитрия Михайловича Сигалу Я могу дружить С Леной Толстой И Мишей Вайскопфу Общаться с профессором Никого значения Не имеет Очень сильные люди Очень Они очень разные От крайне структуралистки Настроенного Значит Ронена А первая статья Вышла в 96-м году В журнального Литературное обозрение Все черно-желтый свет Все радости иудеи Редактировал это тогда Сергей Игоревич Панов Который вам скорее Известен по Вяземскому, Жуковскому И Пушкину Или Василию Львовичу Там Какому-нибудь Пушкину Да Вот такие вот работы Чем Простите Поэтому Я ему это предложил На это все посмотрел И сказал Что понять нельзя Ни слова Что нельзя ли Он мне будет звонить И чтобы я ему Между абзацами Рассказывал про что И вот Я рассказывал Он вписывал Потом я из этого Сделал статью Не успела пройти Неделя После ее выхода Как появилось Интервью Сергея Сергеевича Аверинцева В газете Тогда уже Сегодня Да Сегодня Огромное интервью На целую полосу Где уже обсуждался вопрос Без прямой ссылки На то что Значит вот Можно ли это все делать И дальше было написано Ну конечно Уход в христианство Никак не означает Полного разрыва С квадратичным письмом Я понял Кому И что говорится Затем В 98 году Вышла поразительная статья Просто поразительная статья Сергея Сергеевича Под названием Так почему же Все таки Мандельштам Она вышла в новом мире Имеете полное право Открыть интернет И ознакомиться И начинается она так Я утверждаю Что Мандельштам Вошел в русскую культуру Так и только так Как его ввели туда Значит вот Надежда Яковлевна И близкий к ней круг После чего Идет полемика С Михаилом Леонидовичем Гаспаровым Касательно его статей Там о Сталине Мандельштаме Что у нас сейчас Никак не входит В нашу программу После чего Полемика неизвестна с кем Где говорится о том Что На самом деле Есть только поэзия Мандельштама А в общем-то Не его проза За исключением Данте и Утракмиизма И это то место Куда Мандельштам Сливал Значит все миазмы Убивавшие его поэзию Я надеюсь Все понятно Да Вот Сергей Сергеевич У нас были Теплые вполне отношения И как видите Еще раз повторяю Что я никогда Из-за этого Отношения не порчил Мы можем не соглашаться И постепенно Ну он к сожалению Уехал Прочти в последние годы И сильно болел Редко появлялся Вот он уже Ну как бы Обсуждал эти вопросы Разумеется Не соглашался Потому что он Как вы понимаете Не совсем филолог Мягко говоря Такой теолог И византолог И больше Такой проповедник И понятно Что он не очень соглашался Но тем не менее Вот Споры с ним Вел такой исследователь Больше вам известный Как исследователь Берютов Александр Кобринский Но на страницах Журналы Вестник Еврейского университета Понятно Это можно было Не отвечать И вот я все это собрал И значит Стало ясно Что и как Вот так вот Это непростой Очень непростой разговор О том Как уже культура Постсоветская Либерально-христианская Меневско-христианская Ну не православная В серьезном смысле Значит Вот как она Это все воспринимает Для очень многих людей Это было Болезненно Трагично Я потерял Порядка 30 коллег В смысле скандала Просто Они это не могли вынести Но чтобы вы немножко поняли Вот был фильм Такого Архангельского Про церковную жизнь В советское время Четыре серии было По культуре Не знаю Кто-нибудь видел Не видел Вот чтобы вы немножко поняли Почему невозможно разговаривать Выходит какая-то Последняя дама Конец фильма И говорит Как мы хорошо жили Вот такие были церкви Такие были священники Кстати Архангельский Не забыл и издателя Моей книги Мишу Гринберга Который рассказывал Про хасидское подполье Поэтому фильм был такой Ну ничего Вот Не самый глубокий Но ничего Вот И вдруг она говорит А потом В 89-90 году Пришли вот эти подсвечники И все изгадили Коллеги И работники 12-го часа Будут приняты Я что-то не понял То есть как Вместо того чтобы сказать Что я душу кладу За други своя Мы вот так Ну вот они и остались Вот собственно Это и есть тот круг Который со мной активно Сражается на этом поле Мне с ними говорить не о чем Я слышал про Содом Сколько надо Чтобы осталось праведников А по телевизору Видел работники Какого часа будут приняты Вот и все Вот это принципиальная разница Что люди которые думают Что они говорят о христианстве Что они думают Что они понимают Вот еврея Пришедшего в христианство Нет Они понимают только себя И вот для меня этот кадр Был настолько Оправдал весь фильм Все мои претензии Которые там могли быть К этому фильму Все Все Она решила весь вопрос Можно было вообще Только это показать И спокойно не снимать Фильм дальше Да Это вот такой вот Довольно агрессивный круг Который крестился Не в христианство А крестился В писателей Которых я вам назвал И должен вам сказать Ладно уже в заключении Потому что я понимаю Что это уже не такой Простой разговор Немножко выходим Есть у меня бессмертная Одна статья Про некого Писателя Булгакова И одна кончалась так Что сходите в квартиру Номер 50 И посмотрите на Надписи на стенах Все призывы Исключительно к Воланду По-видимому Храм Ишуа Гоносри Находится в каком-то Другом месте Что последовало за этим Звонок отца Игумена Иннокентия Павлова Он замечательный человек Он доктор того и другого И богословия И по староболгарской филологии По рукописям Значит в институте Славян и Вени Так вот отец Игумен Изволил заметить Какая блестящая Катехизаторская статья Извините Я не хотел Я-то исходил Опять из технических моментов Но это Это серьезный вопрос Что это за христианство Как оно устроено Какая там роль Мандельштама Пастернака Булгакова Я предпочитаю Читать первоисточники А из романов узнавать Что думает автор О первоисточниках Эти люди в основном Узнавали Из романов А потом читали первоисточники Но результат мы видим Вот Но тем не менее Все-таки в условиях Относительной научной свободы В условиях Так сказать Того что я в течение многих лет Пребывал в состоянии Значит Контактов с наукой иудаик И там это все было И вот можете себе представить Когда я уже издал книжку Это фраза из моей Этой немецкой статьи То Я приехал в Иерусалим И сам не мог понять Каким же образом Я столько Проводя там времени Не набрал А может было и дома Это сделал даже в Москве Или у вас здесь Не набрал слово Рамби Это библиографическая служба Библиотек По иудаике 26 статей На эту тему было Из них цитировалось Когда бы то ни было Две Из них Когда бы то ни было Одна моя Ничего себе То есть Правы люди или не правы Оказывается Это было Если вы откроете Пастернак Что подобного То есть люди Это все оказывается Понимают То есть Наука Работа Сама Видите Как себя формирует Кто о чем пишет Сколько Вы видите По статистике Что о Мандештаме Это постоянно И самая первая статья О Мандештаме Вышла В таком журнале Мидстрим Ну это типа Лыхаем у нынешнего Американский журнал И написал там Ее один очень известный Альтер Такой Американский критик Потом она попала В его книжку Книжки этой у меня нет Я подарил ее Сергею Василенко Основателю музея Мандештама В городе Фрязен-Олтон Знаете где под Москвой Музей Мандештама находится Вот Фантастическое Совершенно собрание Так вот Поэтому книжки у меня нет А статья была такая Она была посвящена Выходу переводов сразу Писем Мандештама Проза Мандештама Книжки Надежды Яковлевны И биографии Мандештама Кларенса Брауна Рецензия большая И пошло И про Всю еврейское Было уже написано Что это правильно И неправильно И про все талии Которые мог не мог Кого-то там замотать Дедушка задушил Не задушил Просто И вы никогда не узнаете Об этой статье Я сам узнал Только из этой библиографии Вот Как же так Первая статья Первая американская рецензия На это И что Надежды Яковлевны Не привезли Посмотрите на национальность Простите тех Кто к ней приезжал На две трети Американских словистов Ни один из них Никогда А это влиятельный журнал Это не самый такой Примитивный Я бы сказал Вот такая вот ситуация Просто И поэтому Как бы наконец Настало видимо время Когда То ли количество Перекходит в качество Я просто диалектику Очень не люблю То ли Просто время настало То ли мессианские Время надо стоит Все Спасибо Аплодисменты Аплодисменты